Александр Морозов, российский политолог. Александр, чем вам интересен форум свободной России? Почему он важен, нужен, почему вы здесь? Ну, во-первых, сейчас любая форма активности важна, потому что кончается очередной путинский срок, впереди новый срок, как общественность на разных форумах, на разных площадках обсуждает будущее, которое всех волнует. И здесь собирается уже третий раз на форуме свободной России довольно интересный состав. Это люди не только из России, но в то же время это и те, кто работает за границей давно, или уехал, эмигрировал. Журналисты, эксперты, есть интересные иностранные участники, из Литвы, сейчас в этот раз из Украины и Соединенных Штатов. Это интересная такая экспертная площадка, в первую очередь. Скажите, пожалуйста, какие сегодня такие болевые точки оппозиции, может быть, да, и протестного движения? Мне кажется, таких точек три сейчас. Первое – это то, что российское общество чрезвычайно измучено очень длинным персоналистским режимом. Это общество очень ослаблено. Это фиксируют и социологи, и Левада-центр, в частности, да и все остальные. Общество атомизировано с одной стороны. С другой стороны, второй важный момент, несмотря на эту усталость и безнадежность в каком-то смысле слова, видно, что в обществе происходят какие-то новые процессы в последний год. Ну, это что я имею в виду? Это и новое поколение, которое заявляет о своем каком-то гражданском состоянии, о гражданских намерениях, поколение, которому сейчас, может быть, даже 20 лет или 25. А с другой стороны, мы видим и протесты дальнобойщиков, а сейчас уже и сообщение о том, что в Ростове уже шахтеры собираются стучать касками и ехать в Москву. Иначе говоря, в обществе зарождается новое. И это второй момент, который сейчас всех интересует. При общей усталости. Да, при общей усталости, да. И третий момент, причем в том, что видно, что старые гражданские лидеры, неважно, они с долгой историей, как Григорий Явлинский, например, или молодые лидеры, которые вышли в нулевые годы, появились на площадке, они все ищут новый язык сейчас, должны найти новый язык для того, чтобы говорить с обществом, которое сильно изменилось. В этом смысле слова это очень интересный процесс, потому что вряд ли, я так думаю, Россия сможет существовать бесконечно много в том состоянии, в котором она находится, при такой, в общем, крайне странной, криминальной бандитской власти, которая, в общем, измывается над обществом в разных форумах. Несомненно, что это кончится рано или поздно, и встает вопрос о том, на каком языке это общество будет говорить дальше. Сможет ли оно вообще вернуться к республике, к парламентаризму, к нормальному разделению властей, сможет ли оно восстановить действия права, судебные системы. Вот это все неимоверно интересные вопросы, и здесь они тоже будут обсуждаться. А что нужно для этого, чтобы восстановить или, может быть, заново создать на руинах? Это очень сложный вопрос. Не могу сказать, что на него можно дать оптимистический ответ. Я думаю, что какой-то оптимизм был бы, ну, как бы сказать, наивен, потому что целое постсоветское развитие России зашло в тупик, это очевидно в общественном смысле и в политическом. Выход из него чрезвычайно сложный. Но, тем не менее, невозможно связывать ни с чем каких-то ожиданий, кроме как с самим обществом. То есть не приходится ждать какой-то большой политической воли снаружи страны, не приходится теперь надеяться на то, что внутри самого аппарата путинского будет какой-то либеральный лагерь, который возьмет на себя миссию повернуть страну назад. Мы все меньше и меньше все в это верим. Может быть, еще и 7-8 лет назад казалось, что, может быть, такое и возможно, что, может быть, реформируемость, возможно, внутри самой системы. Но сейчас в это веры уже нет. И таким образом получается, что только само общество, только снизу, проявляя иммунитет какой-то в отношении репрессии, насилия, вот этого пропагандистского идеологического ада, который создается властью, только само общество сможет какой-то совершить поворот. Но есть ли надежда? Надежда никогда не угасает. Даже если мы не видим явных признаков того, что это может быть. Я хотел с вами поспорить, с одной стороны, а с другой стороны, ну да, я понимаю, потому что люди хотят жить, правда? Ну, скажем так, философски выразимся, бытие хочет быть. Люди хотят нормальной жизни, дома строить, что-то образовываться, иметь деньги, что-то покупать, как-то самореализовываться. Может быть, это как раз та самая мотивация, да, что-то менять. Но с другой стороны, люди хотят приспосабливаться, правильно? Совершенно верно. И ресурсы-то небольшие для протеста, противостояния. Да, это совершенно правильно. Вот это два параллельных таких важных феномена сейчас. Ну, собственно, вы совершенно верно говорите, потому что, с одной стороны, все понимают, что та политическая система, которая сложилась, но она не соответствует модернизированному состоянию общества. С этим, в этой оценке сходятся все, не только какие-то радикальные оппозиционеры, но и даже те, кто следует за Кудренным сейчас в России, или за какими-то экономистами. Все понимают, это крайне архаичная политическая система сложилась, которая не отвечает даже просто повседневным ожиданиям человека, который стремится действительно работать и зарабатывать, хочет видеть долгосрочную перспективу жизненную, хочет ситуации, при которой есть гарантии отношения детей, собственности, активов и так далее. И это одна сторона. А вторая сторона, что, к сожалению, даже эта часть общества, она не в состоянии перейти к гражданскому состоянию, настолько, чтобы начать диалог с властью на более высокой ноте. Да даже друг с другом. Даже друг с другом, да. И в этом смысле слова пугающая такая адаптивность общества к аду, вот этому, или как адок, эта адаптивность, она, конечно, очень драматична, потому что, вот сейчас хороший пример, да, скажем, налет Следственного комитета и ФСБ на Симирный знаменитый театр. И да, вот эти все люди с «рублевки» в кавычках, то есть представители образованного класса, самостоятельного класса, пытаются защитить режиссера, но это, конечно, не назовешь никакого гражданской активности, это, в общем, попытка как-то договориться, повлиять, упросить, умолить, умолить, совершенно верно, да. И это, конечно, производит тоже тяжелые впечатления, это говорит вот об этой изможденности общества, но я не склонен, не склонен, как бы обвинять само общество. Зачастую, как-то так это говорят, что, ну вот, все, так сказать, сдохло русское общество, ну и как бы, и все, и пусть оно умрет. Ну нет, так нельзя смотреть на это, потому что, в каком бы состоянии после этого постсоветского транзита мы не находились, тем не менее, все же, все же, есть, как бы, на что опереться в прошлом. Есть и довольно высокие культурные достижения у российского общества в прошлом. И есть история сопротивления злу и насилия, на которые можно опереться тоже. Нельзя сказать, что наше общество всегда было, или вообще метафизически более конформистское, чем какой-либо другой. Я с этим не согласен. Я рассчитываю, что пусть пройдет пять лет, пусть семь-десять, но я думаю, что это общество вернется к нормальному такому состоянию, к нормальному балансу, нормальному балансу власти, общества, человека и социальных обязательств и так далее. Россия вспрянет это с нами. Для меня очень интересный вопрос о социальной модели. Какую социальную модель предпочли бы вы и для России, какая бы подошла северные страны, Америка? Да, это, конечно, такой постоянно дебатированный сейчас вопрос, потому что Россия долгое время совершенно не мыслила себя парламентской республикой и, в общем, считала, что модель сильной президентской власти это оптимально для России. Но сейчас, конечно, по истечению этого 20-летия, постсоветского 20-летия ясно, что для России сильная президентская республика представляет огромную опасность. и она должна быть очень сильно уравновешена. Поэтому перспективой является, конечно, развитие парламентской демократии и ответственного правительства, смены правительства на выборах, парламентской коалиции. Сейчас невозможно себе представить переход к этому, потому что политическое поле России забито старыми партиями, этими коммунистами, либерал-демократами, в камычках, которые непонятно кого же не деться. Но, тем не менее, в исторической перспективе это может быть только так. Поэтому я думаю, что с одной стороны это парламентская республика, второе, все боятся распада России в случае, если начнется такой процесс федерализации. я никогда не считал, что есть какая-то необоримая угроза, потому что если что-то распадется, во-первых, ничего страшного. Россия распадалась, собиралась в разных конфигурациях. Если вспомнить, между 17-м и 20-м годом была даже дальневосточная республика, ничего драматического не произошло. и даже если бы она до сих пор оставалась дальневосточной республикой, тоже не было в любых проблемах. В этом смысле слова федерализм и вообще говоря, сейчас уже ясно, что гораздо более высокая самостоятельность, политическая самостоятельность регионов, она спасительна. И она является в общем такой очень важной альтернативой не просто унитарному государству, а самой воспроизводимой модели авторитаризма. Не случайно сейчас все вообще очень многие говорят и пишут и российские публицисты о том, что если сохранять эту форму унитарного государства, то Россия никогда не выдаётся из пропорционалистского управления. Так и будет воспроизводиться вот как бы ну как сейчас от одного царя к другому. И каждый следующий царь как бы начинает хорошо, но через каких-то там 5-7 лет правления начинаются проблемы, всё начинает разлагаться, гнить, воровство, коррупция, создание клановой системы из своих приближённых и в общем печальный конец. Но из этого надо выбраться. Ну я не знаю как бы хватит ли на этой силе. Но с другой стороны даже 93 года показали, что региональные региональные люди активные региональные предприниматели и какие-то гражданские активисты достаточно зрелые люди. То есть каких-то безумных радикалов в России нет. В этом смысле я бы относился с Больдом гораздо больше доверия к тем региональным движениям, которые есть в России, потому что они сами в состоянии найти какой-то правильный выбор, правильный путь для формирования здорового общества на территории. Все согласятся сейчас с тем, что политика федерального центра страшно, как бы разрушительно, как радиация действует на политическую жизнь в российских регионах. Депутатский корпус и на экономическую тоже. И на политическую, и на экономическую, потому что выродилось представительство регионов в обеих палатах российского парламента. Бюджетное финансирование в результате после донных споров, баланс между федеральным центром и регионами превратился в такую патологическую унылую форму бюджетной зависимости. И вымогательства. И вымогательства. И из этого нет никакого выхода. То есть это сформировалось целая как бы, какая-то, знаете, такая друг друга жрущая, пожирающая система, которая, значит, берет деньги из бюджета, потом их как-то неправильно тратит, ворует, создается система безнаказанности. Само общество теперь вообще не в состоянии контролировать вот эту бюджетную деятельность и федерального центра регионов. И не случайно поэтому общество с таким вниманием относится сейчас к Навальню. Никакого расследования. Потому что он говорит, вот они воруют, посмотрите, люди понимают, что это так, но они просто лишены в политическом пространстве нормальных форм контроля. Поэтому, естественно, они начинают с огромным интересом смотреть за любыми публикациями расследовательства. А ведь парадокс, что эти публикации выходят, представьте, у нас сидит целый парламент, Государственная дума, она никогда не проверяет ничего, ни расследований Навального, ни российского Трансперности Интернешнл, вообще не реагирует ни на какие антикоррупционные публикации. И следственные органы не реагируют. Это же какой-то фантасмагорический парадокс. Вот такая ситуация. Хорошо, что сохраняется хотя бы в каких-то пределах возможность критического высказывания. Это немало, потому что может быть еще и хуже. на самом деле приходится ждать, что ожидать, что на четвертом сроке Путина, который начнется с 2018 года до 2024, это все загниет до такой степени, что уже невозможно будут даже эти формы высказывания, не только действия какого-то политического, даже высказывания. Это будет очень, на мой взгляд, тяжелый период между 2018 и 2024. Трагически очевидно, что власть не в состоянии никак повернуть назад, по целому ряду обстоятельств, которые очевидны. И значит, она будет дальше двигаться в этом же направлении, оказывая это вот такое зомбирующее влияние, борясь за новое поколение, пытаясь разложить его тоже, не дать ему встать на ноги в самостоятельном мышлении. Это будет кошмарное это устранение. Спасибо.